Дорогие коллеги, мы сейчас с вами поговорим о том, что можно увидеть в электронноциклограмме у людей с мутацией этого гена. Это исследование было начато в 1982 году, когда мне привели первого ребенка с мутацией этого гена. Она еще не знает, что это мутация. Это был синдром ломкой хромосомы X. Эти работы проводились в институте психиатрии, в московском институте психиатрии. И руководила ими Марина Галина Степановна. И вот уже у третьего ребенка я увидела какие-то общие черты электронноциклограммы, про которые я сегодня буду говорить. С самого начала. Что такие нейросизиологические исследования? Какая роль их в исследовании этого синдрома? Ну, прежде всего, электронноциклограмма нужна для того, чтобы выявить нарушение. Там может быть и органическое поражение мозга у ребенка, протезмальное состояние. Ребенок, который приходит на исследование, сначала выясняются вот такие глобальные вещи. Или органическое поражение, протезмальное состояние. То есть есть эпиактивность, нет эпиактивности. Но при исследовании всегда обращаем внимание на общий паттерн электронноциклограммы. И ищем возможность, по данным сравнительного декортирования, вычленять группу детей с этим синдромом. Вот. И была проведена довольно большая работа. Сейчас за это время собрана большая группа детей с расстройствами аутистического спектра. Нормы детично-испытуемые. Собрано более 700 исследований нормы. Причем детей нормативной группы мы собирали в школах, детских садах. Причем у нас шло такое исследование мультитюдное. То есть мы смотрели детей в течение длительного времени, чаще всего в течение лет 10. Чтобы быть уверенными, что это нормативная группа. И точно знать, что происходит с возрастом. Ну, для того, чтобы вы понимали, что происходит и на что обращаем внимание при анализе электронноциклограммы, я вам должна рассказать про то, что такое электронноциклограмма. В электронноциклограмме представлены ритмы электронноциклографические. Ритмы бывают основные дельта, тета, альфа и бета ритмы. Вот линии, между которыми этот ритм регистрируется, это одна секунда. И на самом деле ритмы распределяются по тому, какая их частота. Вот частота дельта ритма. Мы посчитаем одно колебание, второе, третье колебание. Это дельта ритм, частота колебания от полгерца до трех герц. Другой ритм, тета ритм, частота его, можете сами посчитать, сколько этих пиков раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Частота 4,7 герц, это тета ритм. И альфа ритм. Альфа ритм. Частота 8 до 13 герц, это ритм. Такой частоты имеют сенсомоторный ритм. И бета ритм, который является по частоте от 14 до 30 герц. Он разделяется еще на две подгруппы. От 14 до 20 герц это бета-1. И от 20 до 30 герц это бета-2 ритм. Что такое альфа ритм? Альфа ритм – это ритм покоя зрительного анализатора. То есть этот ритм появляется только тогда, и вообще всякие ритмы появляются только тогда, когда что-то не работает. Вот когда мы глаза закрыли, этот ритм появляется. У затылочных отделов коры, вот он здесь представлен, этот ритм только при закрытых глазах. Как только мы глаза открываем, ритм депрессируется. То есть он становится невидимым, уменьшается значительно его амплитудам. Такую частоту от 8 до 13 герц имеет и сенсомоторный ритм. Мы здесь видим его в центральных зонах коры. Этот вид моторного покоя, он регистрируется в том случае, когда мы спокойны, и у нас нет никакой моторной двигательности. Как только мы сжимаем руку в кулак, происходит депрессия этого ритма. Вот на следующем слайде будет показано более наглядно. Это голова, вид сверху, нос, затылок. А здесь цифром показана мощность ритмов. Вот при открытых глазах мощность ритма маленькая. Чем краснее, тем больше мощность этих ритмов. Вот мы видим в затылочных, в центральных отделах левого полушария и правого полушария. Центральный левый, центральный правый полушарий. Самые такие области высокого мощности этих ритмов. Это сенсомоторный ритм. А здесь показано, что происходит, когда мы сжимаем руку в кулак. Вот это в стане покоя. А здесь, когда мы сжимаем руку в кулак, вы можете даже угадать, какую руку в кулак сжимаем. Подумали, да? Мы сжимаем в кулак здесь правую руку. Когда у нас есть перекресток, когда мы сжимаем правую руку, у нас происходит активация, то есть уменьшение активности в левом полушарии. Наоборот, когда мы сжимаем в кулак левую руку, у нас происходит активация в правом полушарии. Вот практически вы уже стали специалистами по электроэнцефалограмме. Это ритм. Вот эти два ритма. Альфа-ритм в затылочных отделах коры, сенсомоторный из центральных отделов коры. Это ритм, который характеризует нормальную электроэнцефалограмму. В состоянии спокойного бодрствования. Что у нас происходит при изменении состояния? Когда человек начинает дремать, у него появляется тета-ритм, про который мы говорили. Это тета-ритм, частота 4,7 Гц. Вот нормотипичный ребенок, пятилетний. В состоянии дремоты появляется такая ритмическая активность. А здесь показано электроэнцефалограмму в состоянии бодрствования. У ребенка с синдромом ломкой хромосомы Х. И мы видим вот такая же ритмическая тета-активность, частотой 6-7 Гц, у него в состоянии бодрствования. И последнее, о каких ритмах мы будем говорить, это будет активность. Это колебания с частотой до 130 Гц. В норме эта активность очень низкоамплитудная, и она никогда не бывает выраженной. Она появляется при доминированной активности, которую мы можем регистрировать при применении сетативных препаратов. Бета-активность очень часто встречается у детей с расстройствами аутистического спектра, и также у детей с этим синдромом. Ну а теперь мы с вами поговорим о том, теперь вы уже специалисты знаете, какие ритмы бывают, и что с ними происходит. Поговорим, что происходит при разных видах мутации этого гена. Сначала мы говорим про полную мутацию, когда количество повторов в промоутере гена 200 и выше. То есть ген полностью метеллирован. Что происходит при метеллировании этого гена? В норме вырабатывается белок, который взаимодействует с РНК и регулирует количество белка. И организм тронирует совершенно нормально. Если этого белка нет, вырабатывает значительное количество РНК, вот о чем говорил предыдущий докладчик, который является таким разрушающим фактором. Ну и при этом еще образуется, еще и увеличивается количество белка, потому что здесь он плохо, белок не работает и не взаимодействует с этим РНК. Увеличивается количество белка, этот белок влияет на метабодробный геноматерический рецептор. У нас увеличивается количество этого рецептора, это приводит к нарушению трансляции и формированию этого синдрома. Отсутствие белка приводит к значительному увеличению долговременной депрессии. И, как уже говорил Светлана Анатольевна, приводит к нарушению шипиков и патологических связей. И особенно страдают на ронной сети гиппокампа и мушечка, с чем, собственно, и связана клиническая картина этого заплевания. Ну вот теперь, как выглядит реактивная цифрограмма у детей с этим синдромом. Все картинки взяты из интернета, с определенного сайта. Два ребенка с этим синдромом. Вот мы здесь видим отсутствие альфа-ритма и преобладание активности тета-диапазона. Сейчас мы посчитаем. Вот это одна секунда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть колебаний в секунду. Это тета-ритм. А здесь мы сравниваем эту картинку с нормой. Вот здесь дельта, тета, альфа, бета-1 и бета-2. Все, что красное, это выше нормы. Все, что синее, ниже нормы. Мы видим увеличение дельта активности, медленной активности. Вот она здесь, это дельта колебания увеличенная. Увеличение тета активности, которое он здесь показывал. Альфа-ритма, дефицит альфа-ритма, то есть практически нет альфа-ритма. Альфа-ритм встречается у детей не больше 20% индекса этого ритма, то есть значительно ниже, чем в норме, то есть выраженный дефицит. И увеличение уровня бета-активности. У 12-летнего ребенка мы видим тоже такую же картину. Увеличенное количество, даже еще больше она выражена, более ярче. Больше представлена тета активность по индексу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полебания – это тета-ритма. Считация 6-7 Гц. И мы здесь видим спектральные характеристики. Здесь уже развернуты по одному Гц. Мы видим, что больше всего, здесь красные, темные точки показаны здесь у нас. Вот здесь в полосе 4-7 Гц. И выраженный дефицит альфа-ритма. И вот на этой спектрограмме тоже видим. Синий – это у нас дельт-ритм. Голубой – это ритм, видите, что он превышает 4 стандартного отклонения. Дефицит альфа-ритма и умеренно повышенное содержание бета-активности. 13 лет. Такая же картина в электроэнцефалограмме. Вот этот ритм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь Гц. Вот он здесь. Отчетливо видим в теме центральных отделов коры. И выраженный дефицит альфа-ритма. В норме у нас альфа-ритм должен увеличиваться, а здесь альфа-ритм не увеличивается. И вот уже такую картинку увидел. Если мы сравним большую группу детей в этом возрасте с нормой, то мы увидим, что увеличена дельт-активность, увеличенный дефицит альфа-ритма и увеличена бета-активность в основном бета-два диапазона частот. Посмотрим, что происходит с возрастом. Если мы возьмем детей от 3 до 17 лет и посмотрим, что происходит с возрастом. В норме синее уменьшение, красное увеличение. В норме у нас дельта-активность уменьшается, тета-активность уменьшается, увеличивается альфа-активность, увеличивается бета-ген и бета-два активность. Это вот такая динамика у детей от 3 до 17 лет в норме. У детей от 3 до 18 лет с этим синдромом немножко увеличивается альфа-активность в затылочных отделах коры, немножко уменьшается тезоактивность в затылочных отделах коры и немножко увеличивается бета-1-активность. То есть изменения крайне незначительны по сравнению с тем, что есть у нас в норме. Еще больше мы увидим изменения, которые характеризуют связи. Вот здесь здоровые испытуемые с возрастом, вот на этом промежутке от 3 до 18 лет, резкое увеличивается количество связей, особенно между лобными отделами коры, лобных отделов коры, другими отделами полушарии. Межполушарные связи усиливаются, межполушарные связи усиливаются практически во всех частотных диапазонах. Что мы видим у детей с расстройствами, с синдромом многофорсомы Х? Красное – это у нас увеличение, синее – уменьшение. Уменьшения у нас здесь не было, шло интенсивное увеличение связей. Здесь у нас, наоборот, мы видим уменьшение практически во всех частотных диапазонах, кроме цета диапазона. Причем связи эти близкрут между теменными отведениями, центральными отведениями. А некоторые связи, особенно в лобных полушариях, с возрастом у нас уменьшаются. То есть совершенно другая картина. Не происходит компенсации у детей с этим заболеванием с возрастом. А если мы сравним по данным экортирования детей с расстройствами аутистического спектра и с этим синдромом, то мы видим, что они очень серьезно отличаются. Здесь сравнение с нормой. Мы видим, что увеличение медленной активности происходит. И вот это увеличение тета-активности в полосе 6-7 Гц. А вот весь альфа-диапазон, начиная от 8 до 13 Гц, снижен. И снижен уровень бета-активности, а пища зонных коры, наоборот, повышен уровень бета-2 активности. Особенно в высокочастотной велополосе. То есть такая своеобразная картинная электронциславрана. Здесь наблюдается... Которая математически подтверждает наше визуальное наблюдение. Это отсутствие альфа-ритма, увеличение тета-активности и увеличение тета-активности в теме центральных лобных отделах коры. Здесь мы сравниваем детей с расстройствами аутистического спектра. Есть определенное сходство. Какое? Повышен уровень медленной активности в дельце диапазона. Снижен альфа-ритм. И повышен уровень бета-активности. Но можно их разделить, посмотреть, сравнить детей с расстройствами аутистического спектра и сравнить их с расстройством детей с этим синдромом. Вот сравниваются дети с расстройствами аутистического спектра и сравниваются дети с расстройствами синдрома ломкохромосомы X. Мы видим, что в дельце диапазоне никаких у них изменений нет. У них одинаково представлено... Желтое – это отсутствие различий. В дельце диапазоне одинаково увеличен. Одинаково представление не отличается. Вот у них значительное нарушение, значительное различие именно в дельце диапазоне частот во всем, начиная от 4 до 8 Гц. А вот альфа-активность выше у детей с расстройствами аутистического спектра и у них ниже активность бета-два-частотного диапазона. Вот наличие вот таких значимых спектральных различий позволено нам сделать такую программу. Этой программой занимался Митрофанов Андрей Алексеевич, наш математик, который работает в научном центре психического здоровья. Когда мы собрали большую группу детей с расстройствами аутистического спектра и детей с этим синдромом ломкохромосомы X, вот оказалось, возможно, с помощью математического анализа, с помощью дискриминатного анализа ЭД, было проанализировано более 5000 разных параметров и удалось с помощью математического метода разделить эти группы. Об этом я буду говорить несколько позже. Во всяком случае, у нас теперь есть инструмент, который позволяет проводить диагностику, разделять детей с расстройствами аутистического спектра и с мутоцетового гена, то есть синдромом ломкохромосомы X, по данным электроэнцефалограммы. А теперь мы посмотрим в этом возрасте. Теперь мы посмотрим, что же происходит дальше у людей с полным мутоцетовым геном. Очень интересно. Оказалось, что после 19 лет электроэнцефалограмма уплощается в большинстве случаев. То есть в подавляющее большинстве случаев электроэнцефалограмма уплощается. И только в очень редких случаях. У нас был, вот у нас около 100 человек исследовано, и вот у лиц старше 18 лет только в одном случае появился альфа-ритм. Но несмотря на это, все равно электроэнцефалограмма, вот по альфа-ритму она стала нормативной, но все равно сохраняется повышенное содержание бета-2 активности. Это мы говорили о мужчинах с полной мутацией этого гена. У женщин заболевание протекает легче, как говорили предыдущие. Потому что у них есть две х-хомосомы. И в зависимости от того, насколько хорошо, где находится этот мутантный ген, и насколько выражено это нарушение, мы можем посмотреть. Значит, вот у женщины с полной мутацией электроэнцефалограмма. Женщина 47 лет, мать уже взрослого молодого человека с этим заболеванием, с синдромом хромосомы X, у нее премутация. Что мы видим? У нее тоже есть увеличение уровня тета-активности небольшое и снижение связи в альфа-бета-2 диапазонах частот, и также уменьшение связи и в тета-частотном диапазоне. То есть картина, несмотря на то, что альфа-ритм здесь есть, тем не менее, тетет низкочастотный и увеличено количество тета-активности. То есть есть определенные черты, которые тоже могут позволить проводить диагностику у полной мутации этого гена. Теперь мы посмотрим, что происходит при мутации. Когда количество повторов от 54 до 200, здесь может быть случай, когда у женщины с премутацией наблюдается синдром тремора и атаксии с цеплем слонка хромосомы X. Вот такая электроэнцефалограмма у нее. Тоже несколько повышен уровень тета-активности и повышен уровень бета-активности. Наличие такой электроэнцефалограммы тоже позволяет сделать предположение, что, возможно, есть возможность, так же, как и при полном синдроме, найти различающиеся особенности, которые помогут нам диагностировать премутацию. У нас проблема в том, что у нас довольно мало лиц премутации. Это в основном родители тех детей, которые приходят к нам на исследования. И причем у них, они не всегда делают это исследование, мы не знаем, какое количество повторов. Собственно говоря, если бы мы объединили все наши усилия, мы могли бы создать инструмент, который бы мог бы выделять по данным электроэнцефалограммы вот эту премутацию, которая не видна невооруженным глазом в электроэнцефалограмме и не видна специалистам, которые работают с этими людьми. Ну вот, для полной мутации Ангелий Алексеевич Митрофанд разработал специальную методику с помощью дисциплинатного анализа электроэнцефалограммы для индивидуальной диагностики мутации этого гена. Значит, сейчас мы подали патент на изобретение этого метода. Выделение с помощью дисциплинатного анализа этих пациентов. Вот мы видим здесь электроэнцефалограммы ребенка с этим синдромом. Здесь использовано 5 предикторов всего от чувствительности 100%, специфичность 88%. И вот по данным этого анализа оказывается, что у этого ребенка полный синдром с очень высокой вероятностью дал этот ребенок действительно этот синдром. Мы попробовали провести анализ у женщины с премутацией этого синдрома. И вот получено тоже такое было предварительное тестирование. Оказалось, что этот метод способен это делать. Но поскольку у нас эти единичные только исследования, если бы мы в течение года набрали бы хотя бы 100 человек с премутацией, мы могли бы уже говорить о диагностике премутации. Это крайне важно, потому что можно предупредить, направить определенные специалисты у этих людей и предупредить рождение детей с этим синдромом. Ну и в заключении хочу сказать, что спектральные характеристики электроэнцефалограммы имеют свои специфические черты, которые отличают их как от детей нормотепичных, так и детей со свойственного физического спектра, что может быть использовано для генетических целей. И вот уже получены первые данные о возможности при премутации, но мы нуждаемся в совместных усилиях, наших общих усилий, для того, чтобы это стало возможным. И тогда широкое распространение вот этого метода предоставительной диагностики позволило бы нам путин-друга продвинуться вперед в помощи этим людям. Спасибо за внимание. Я, по-моему, в регламе положилась. Наталья, спасибо большое за ваш доклад. У нас есть вопрос один. Да-да. Давайте я его озвучу. Будьте известны. У нас такое. Анализировалась ли взаимосвязь снижения альфа-ритма и повышения бета с проблематикой функционирования таламуса? В скобочке написано пропускают всю сенсорную информацию и большого количества холостого альфа-ритма ниже 10 Гц. Ну, у нас нет возможности сказать, как работать. Для этого нужно специальное исследование проводить. То есть совершенно вероятно, с этим может быть связано. Это очень правильный вопрос. Я бы хотела связаться с автором, если есть такая возможность. Используя другие методы анализа, это было совершенно замечательно. У нас все координаты здесь. Можно связаться и обсудить этот вопрос. Может быть, можно организовать совместное исследование. Это очень интересно. Продолжение следует...